Ну, почему так называется доклад? Вот 3 декабря 1967 года была сделана первая трансплантация сердца и сейчас вот начало декабря как раз, в общем-то, конец названия как раз сочетается. Ну, вы знаете, что проблема трансплантации, она крайне сложна для всего цивилизованного мира, для нашей страны в частности, и то количество трансплантаций при тяжелых патологиях сердца, которая была в первые годы, она достигала 2000 в всем мире сегодня, она вышла на плату, это около 1000 до 2, и, в общем-то, не растет по какой-то причине. То есть понятно, что не хватает донорских сердцев, поэтому какие-то альтернативные варианты должны разрабатываться. Ну, почему так получается? Средственно-сосудистая смертность является основной причиной в сети общей смертности в цивилизованных странах и в восточной, вы видите такие цифры. И что касается нашей страны, то, к сожалению, у нас это не 30%, это у нас 602,7% всей смертности, вот кривая, это общая смертность и сердечно-сосудистая, вот эта кривая у нас идет 7 вверх, то есть мы ее не можем остановить на Украине, при том, что принята очень серьезная программа по лечению профилактики сердечно-сосудистых и сосудистом мозговых заболеваний, а тем не менее ВОЗ и ныне там. То есть мы продолжаем потихонечку умирать, и продолжительность жизни сокращается, именно из-за того, что у нас очень высокая сердечно-сосудистая смертность и больше, чем 60% вот этого сердечно-сосудистого вносит ишемическое боли в сердце. Вот, и вот эти исследования, которые были проведены по лечению, они такие достаточно рискураживающие, это называется каридж, вот, казалось бы, так сказать, хорошая рискуризация должна влиять на конечные точки, и тем не менее, вот, оптимальная медикаментозная терапия и ревосклюризация, и мы видим, что эпизоды ишемии миокарда, симптоматические сынокарды сохраняются после операции, после медикаментозной терапии в одинаковом пациенте случаях. То есть, соответственно, категория пациентов даже хорошо решенная, в которых есть симптомы, и с этими симптомами, с этими пациентами нужно что-то делать. Вот продолжение этого исследования кариджа, которое показало, что все-таки смертность этих пациентов очень высокая, она практически не отличается в этих двух группах оптимально медикаментозно-бечетных и оптимально ревосклюризированных плюс медикаментозная терапия, поэтому проблема очень серьезная. Еще более такое драматическое исследование, это БАРИ, которое совершенно недавно закончилось, в 2009 году, которое сравнивало несколько групп пациентов, это оптимальная медикаментозная терапия, это были все с агроном диабетом, которые сметировались и которые лечились методом, чрезвычайно коронарной геопластики, мы видим, что цифры практически не отличаются в этих категориях пациентов, которые лечились медикаментами и стентировались, и которые лечились медикаментами, и которым проводилась оптимальная шантирует, были сделаны такие выводы, которые для нас, как кардиохирургов, инглазивных кардиологов, такие драматические, что у пациентов с сахарным диабетом и стабильность на карте, ревосклюризация не приводит к получению прогноза. То есть вот такая вот ситуация сегодня с больными с сахарным диабетом. И мы видим, что все-таки нет разницы в больных ревосклюризированных и в больных леченных медикаментозно. Почему так получается? Очевидно, все-таки ревосклюризация в области микорганных, крупных сосудов, она не решает вопросы микроциркуляции, с которыми будет, очевидно, связан прогноз заболевания. Конечно, надо разрабатывать какие-то новые альтернативные методы ревосклюризации, направленные, может быть, на микроциркуляцию, на АНГ-1С, и вы, наверное, знаете про эти методы. Это лазерная ревосклюризация, в общем-то, операции на открытом сердце активно разрабатывались 10 лет назад, в частности, в Афгульской клинике, и было защищено много диссертаций. Тем не менее, в стандарт лечения не вошли, в общем-то, длинный прогноз не очень хороший. Это терапевтические нюансы, о которых я сейчас буду говорить. Это наружная контрпульсация такая с помощью вспомогательных методов, такие вот надувные, как компрессорная такая идет, и помогает сердцу, в общем-то, помогает малому кругу. И нейроссимуляция, которая, в принципе, снимает только лишь болевой синдром. И вот история терапевтического ангиогенеза, она, в общем-то, не так давно началась. Вот в 1971 году первые были инструментальные работы, ну и вот первое клиническое использование. Вот в совсем недавно, в 1996 году появились методики, появились препараты, которые позволяют, в общем-то, расти маленьким сосудам, вот в аскологенез и вот этот ангиогенез. Проблема, в общем-то, не в том, чтобы получить сеть маленьких сосудов, которые достигаются с помощью различных терапевтических, медикаментозных, хирургических способов для того, чтобы создать новый эпикардиальный сосуд, который имеет мышечную структуру, это очень сложная технология. Вот огромное количество этих ангиогенных факторов роста, которые сегодня присутствуют, это только то, что и сегодня известно, наверное, каждый год будет добавляться еще по десятку, которые потенциально могут улучшать кровоснабжение каких-то ишемизированных зон миокарда, ну, в частности, вот этот фактор, сосудистый фактор Росканда, который сегодня используется уже в клинической практике, вот это один из таких основных. Ну, вот я бы хотел сказать о том, что уже реально в нашей жизни, вот в частности, в нашем городе, есть альтернативы, вот так называемую данную новая терапия, вот уже в Одессе, то есть уже два месяца мы используем этот метод лечения, и, в общем-то, мне еще не хотелось бы говорить о наших собственных результатах, поэтому я позволю остановиться о том, что в мире сделано, хотя количество пациентов у нас уже 25, и по темпам набора, наверное, мы это достаточно быстро набираем, я думаю, что через 10 месяцев мы уже сможем показать первые результаты по ударной новой терапии. Вот история этого вопроса, все-таки ударной новой терапии, это модификация литотепсии, то есть хорошо известна в урологии, в ортопедии, но мощность воздействия, здесь вот видите, в урологии, для разрешения камней в почках, это 1000 бар, в кардиологии это на порядок ниже, на порядок ниже, то есть идея не в том, чтобы что-то разрушать, там, или кальция в сосудах, или там, в клапанах, а в том, чтобы стимулировать неоангиогенез. И вот механизмы, которые сегодня, это уже доказаны механизмы вот этой давной новой терапии, это механическое воздействие на клетки, вот эффект взрыва, так называемый, да, синтез оксида азота, вазодилитация, прямая вазодилитация, противовоспалительный эффект, выброс эндотариальных ангиогенных факторов роста, и в конечном итоге неоангиогенез и улучшение птерфузии миокартов. Это, в общем-то, уже доказано в эксперименте и частично в клинике эффекты. Вот в конечном итоге мы получаем рост сосудистого фактора, рост увеличения концентрации, увеличения рецепторов, на которые влияет этот сосудистый эндогенный фактор роста, в контрольной группе доказано, что именно вот эта мощность оптимально увеличивает вот эти параметры, то есть небольшая мощность. Ну, протокол лечения, он достаточно такой, тоже экспериментально обоснованный. Это первая неделя, это три сеанса, через день мы проводим, воздействуем на три-четыре зоны, которые определяются заранее с помощью элокардиографии. Вот воздействуется на каждую зону, по 100 импульсов на зону, и потом идет перерыв трехнедельный, потом опять сеансы, в течение недели три сеанса, опять перерыв, и в конечном итоге третий сеанс. В общем, все это занимает около трех месяцев, и это доказано экспериментально, что вот эти факторы роста, они оптимально, в общем-то, нарастают в течение вот этих трех месяцев. Через три месяца можно проводить контрольное исследование. Принцип действия, я уже говорил, что это звуковая волна, звуковая волна, вот высотовольный генератор производит электрический разряд, в этом мире, вот это он нарисован, микро-взыв под водой, и вот эта вот звуковая волна, она уже целенаправленно направляется в определенную зону, в определенную зону, которая фиксируется с помощью эхокардиографии. То есть это не просто воздействие на всю мышцу сердца, а на зону гипоперфузии, на зону гибернированного миокарпа. Основные показания, конечно же, это стабильность энкардионапряжения, невозможность проведения хирургического лечения, нет выхода, то есть больные либо уже оперированы, либо по данным коронарографии или по клинике, им невозможно провести адекватную реоскаливизацию. И самое главное, в общем-то, наличие от сегментов, собратимой эшемии миокарда, то есть в котором мы отыскиваем с помощью стресса хокардиографии с дободемином. Ну вот такие вот бывают клинические ситуации, когда, казалось бы, коронарография показывает достаточно хорошие, проходимые пикардиальные сосуды, но этих сосудов мало, и нет маленьких сосудов, и есть относительно эшемии, больных с дистрической дисфункцией, с гипертрифической кардиопатией и так далее, больные уже стентированы с диффузным поражением периферических сосудов, когда уже невозможно сделать повторное стентирование или невозможно сделать ортокоронарное шинтирование. И третья группа пациентов, это, собственно, больные, которые уже оперированы с дистальным диффузным поражением, когда повторные операции не имеют смысла. Вот это те пациенты, которым показана такая терапия. И вот очень важная концепция определения скачьего миокарда, то есть надо заранее выявить эту гибернированную зону, которая, в общем-то, потенциально обратима с помощью каких-то медикаментозных и физических влияний и влиять именно вот на эту зону. Потому что на рубец, наверное, смысла влиять нет никакого, и, соответственно, нет никакого смысла влиять на здоровый миокард. То есть зона гибернации. Ну, противопоказания, они достаточно такие широкие, тем не менее, технически можно уменьшить тромбливое желудочко, злокачественное образование, это условно. Противопоказания беременности, конечно, практически не бывает беременных женщин с многочисленным системным диффузным поражением коронаврой картерии, и так далее, и так далее. То есть вот одно из важных сегодня пока противопоказания, это перенесено в течение трех месяцев инфаркт миокардов, но только сегодня, думаю, в будущем, конечно, есть смысл как раз влиять в основном периоде инфаркта миокардов на эти процессы. Вот так вот выглядит эта система картоспект, больной лежит на столе, вот система с помощью аппарата отезуковой диагностики такой экспортный аппарат. Мы определяем зоны гидрогерной миокарды и вот воздействуем через вот такой датчик. Вот это уже приближение у нас есть, вот создается здесь ударная волна, вот есть датчик как-то каплиографии, мы определяем глубину, глубиной шуми и влияем точно на эту глубину, вот как здесь указано, вот эта зона межжелудочной перегородки. Ну вот те исследования, которые к сегодняшнему дню накоплены, вы видите, это достаточно свежие, заканчиваются нашим годом, к общему количеству пациентов 321. И вот все эти исследования показывают, конечно, что влияние на количество пациентов остеонокардии достаточно высокое, то есть снижается практически на 40% количество эпизодов остеонокардии после первого курса лечения. То есть аналогично ситуация, это улучшается траграмм эстетической нагрузки, здесь немножко меньше пациентов, мы видим, так сказать, 37% идет прирост нагрузки по данным белоргометрию 321 теста. Ну и вот все-таки было интересно провести абсолютно рандомизированное слепое исследование, когда две группы пациентов были, которым имитировалось влияние этих звуковыми волнами, которым реально оно проводилось, мы видим, что есть четкая достоверная разница при росте нагрузки. То есть это все-таки заслепленное исследование было, и этому надо верить, это правда. Ну вот основные показатели, на что же все-таки влияет ударно-волновая терапия. Естественно, уменьшается количество нитрополитворатов, причем радикально, можно сказать, драматически в некоторых группах были, 94% везде много, качество жизни улучшается значительно, видите, до 70% прирост нагрузки, фракция выбросов тех исследований, которые мы получили, показывает очень-то рост, только в одном не произошло. И вот данные с антиграфией миокарда улучшаются перфузами. Сейчас мы увидим, как оно улучшается. Это все-таки исходно, 3-4 функциональный наклассный на кардии, зона гипоперфузии, покоя при нагрузке в области верхушки левого желудочка и она полностью исчезает после курса лечения. То есть, это метод очень чувствительный, является другим стандартам процент гиперфузии гибердированной миокарда. Ну и вот по данным экспериментальной коронарографии закрыта огибающая артерия. Вот это экспериментальные животные, которые не проводились ударно-волновая терапия, практически мы не видим здесь роста сосудов через 8 дней и там, где проводилась ударно-волновая терапия, мы видим большой-большой рост сосудов, практически восстанавливается огибающая артерия. Вот есть такой метод, определенное количество сосудов на величину, так сказать, площади, показывает двухкратный рост маленьких сосудов после курса лечения миокарда. Ну и вот интересно, что этот дальний результат сохраняется даже на протяжении 5 лет, мы видим снижение функционального класса стенокардея с 3 и 7 практически до 2 и 3, и этот эффект сохраняется даже через 5 лет. То есть дальний результат очень хороший. Ну вот эффективность ударно-волновой терапии при мануимпрокап расстабиленности стенокардея это снижение функционального класса, прежде всего снижение потребления нитратов, рост тогарантности нагрузки, улучшение перфузии миокарда по данным синтеграфии или по данным повторных тестов всякой кардиографии и улучшение функционального желудочка по данным миокардиографии. Вот эта методика сейчас у нас активно пошла в нашей клинике, я думаю, что мы вам чуть позже расскажем о первых результатах. Вторая технология, которой сейчас занимается очень много экспериментальных и клинических лабораторий во всем мире, это все-таки стволовые клетки, кардиологии, большой бум сейчас идет и даже в такой Америке огромное количество денег, только в штат Палифорнии 10 миллиардов долларов потратил на эти программы. Мы потратили тоже, конечно, очень много денег, близко 2 миллиона на подготовку к этому проекту. Я думаю, что в начале января мы сделаем первые операции для трансплантации стволовых клеток миокард. Есть несколько путей введения этих стволовых клеток, это внутрикоронарных артерий при остром инфаркте миокарда, это путем инъекции эпикардиально, например, при операции на открытом сердце. Такие исследования проводились опять же в Бакрульской клинике и эндомиокардальное введение, вот на котором я постараюсь сейчас сконцентрироваться. Ну, стволовые клетки, конечно, их механизм очень сложно это сказать, но тем не менее цель его все-таки это неоангиогенез, неоангиогенез, и это уже доказано в эксперименте и в клинике. Здесь я с собой хотел бы сказать, что очень многое с ними было проверено, и все нерандомизированные все нерандомизированные плюсы в инфаркте миокарда практически все показали умеренное улучшение выживаемости пациентов, улучшение фракции выброса и уменьшение зоны инфаркта. Тем не менее, здесь несколько исследований, которые почему-то показали негативные результаты. То есть, очевидно, это связано со способом введения. То есть, если мы вводим стволовые клетки вишенизированный миокард, дальше, конечно, большая часть погибает в этом миокарде, и очевидно, как раз вот это главная проблема малой эффективности при внутрикарокарном введении. Если дело касается все-таки хронической ишемической болезни сердца, здесь ситуация немножко лучше. Практически все исследования показывают улучшение фракции выброса, уменьшение ишемии. Ишемия миокарда по данным синтеграфии. Поэтому наша клиника выбрала трансэнгикардиальное введение стволовых клеток, то есть, путем вхождения в левый желудочек через аорту. Это относительно малоинвазивный способ, не требует открытой терапотомии. И транскоронарная инфузия клеток, как я уже говорил, все-таки при ангиопластике она, в общем-то, не позволяет подвести соловые клетки в ту зону, которая является зоной-мишенью. Вот так вот выглядит наша система нога, называется электонатомического картирования. Мы строим каплю левого желудочка, определяем, сейчас вы увидите, как она выглядит, определяем зону гидернированной аммиокарды по специальным тестам и проводим инъекции стволовых клеток. То есть вот в этом аммиокарде инъекции после инъекции эти стволовые клетки уже не вымываются. То есть мы можем рассчитывать на их фиксацию здесь и на дальнейшее, так сказать, влияние их на аммиокард в плане развития неонгигенеза. Вот такие вот изображения мы получаем, трехмерные изображения. Красная – это зона некроза, зона некроза, это диастола, это систола. То есть она показывает не только зону некроза, но и зону гипо, гипо, кинезия или амкинезия. Вот эти кратки, если вам видно, вот коричневые точечки, да, это зоны инъекции стволовых клеток обычно вокруг рубца вводится порядка 20 таких инъекций. Каждая инъекция содержит приблизительно 0,3 мл. И обычно это около 100 млн. стволовых клеток попадает в миокард. Ну вот что же получается в конечном итоге. После проведения электроэкономического характера, после уже проведенной операции, мы видим, что значительно уменьшается зона ишемии или зона некроза. Вот видите, она до процедуры. Это рубец, это переходная зона, это здоровая ткань. И насколько меньше становится вот в этой палец или, так сказать, вот такой вид. И, конечно, около 50 клиник сегодня во всем мире вот работают в этом направлении трансцендокардиального введения стволовых клеток. И эксперименты проводятся. И вот вы видите, в частности, эта работа очень свежая в 2010 году. Сравнивается различное количество своих стволовых клеток, которые... Потому что сегодня еще не ясно, какая же методика, какой объем этих стволовых клеток и какая методика культивирования этих стволовых клеток. Тем не менее, в общем-то, понятно, что их должно быть достаточно много. То есть, это уже вторая задача, это не задача моего сообщения. Ну и вот те исследования, тормозизированные исследования, которые касаются уже трансцендокардиального введения стволовых клеток с использованием вот этой навигационной системы нога, все они показывают улучшение клинического состояния пациента, практически нет побочных эффектов, каких-то тяжелых осложнений и улучшается, в общем, самая главная глобальная способность миокарда улучшается приблизительно на 5%. То есть, если мы имеем пациента с факцией выбросов 22 и у него становится 27, то это очень хорошо. Ну, в общем-то, я хотел бы закончить свое сообщение и сказать, вот какой у нас есть план о рекрутировании пациентов. То есть, первым этапом мы делаем ударно-волновую терапию, вот это одна группа пациента, вторая, которую мы сделаем трансамикардиальную кардиомиопластику, потом сделаем третью группу больных, где соединим эти две методики вместе. Ну, и, в общем-то, так сказать, я уже говорил, что уже идет набор пациентов в первую группу. Ну, и начало проекта по пункту номер 2, это 2-2090 года, я думаю, какое-то следующее заседание, и вы услышите первые результаты. Спасибо большое.